Я хочу позвать на сцену участников нашей сегодняшней панельной дискуссии. Прежде всего, коллеги, я хочу вас поприветствовать, поблагодарить вас за присутствие сегодня здесь. И я все-таки хочу обратиться действительно к теме цифровой дидактики. И эта тема, на самом деле, которая обсуждается по крайней мере последние 7-8 лет. То есть то, каким образом все-таки те технологии, которые мы с вами очень активно используем, я говорю сейчас о аппаратных и программных решениях, которые у нас используются в нашей повседневной практике в школе. Это электронные доски, это и программные решения, какие-то новые современные интерактивные технологии. Как их доказательно и эффективно применять на практике образовательной. Я уверен, что у каждой из ваших образовательных организаций, которые вы представляете, у вас, у самих, в вашем большом опыте профессиональном, есть примеры, кейсы того, каким образом вы не только, было что-то внедрено, но и была доказана эффективность того, что было внедрено. Потому что мы с вами все-таки из образовательных организаций, любая образовательная организация должна рефлексировать над этой темой. А действительно ли помогает учиться, помогает ли достигать результата, то, что мы с вами внедряем на практике. И у меня в связи с этим каждому из вас будет вопрос и просьба вот эту тему отрефлексировать немного и на своем опыте рассказать. Вот было что-то внедрено, и показала ли она свою продуктивность и эффективность. Если нет, то идет ли этот процесс. То есть как вы его осмысливаете. Я первым хочу слово дать тогда Шухрат Батылыч вам, чтобы вы нам рассказали. Сегодня Сунц.IT-лице очень активно развивается. Я знаю, что много чего ставится, много чего меняется. А вы как оцениваете эффективность того, что вы делаете? Добрый день. Конкретно относительно эффективности я, например, могу привести в пример, мы начали внедрять LMS-систему, и в данном случае у нас внедрение LMS-системы идет по информатике активно. То есть сама цифра позволяет более эффективно работать с данными, собирать их, аккумулировать их. Но самое важное не только их хранить и аккумулировать, но в целом еще анализировать нужны эти данные. В конечном счете мы внедрили, вот мы второй год уже внедряем LMS-систему, информатику у нас как пилотный проект, в котором при меньших трудовых затратах можно внедрить эту историю. Мы получили следующий результат. Дети начали соревноваться между собой, мы начали понимать количественные характеристики по знаниям детей. То есть мы можем точно сказать, на сколько процентов условно ребенок прошел ту или иную тему, и с какой вероятностью он напишет контрольную работу на ту или иную тему. И мы научились давать обратную связь родителям. То есть сейчас, когда родитель спрашивает, а как мой ребенок, мы можем сказать, ну вот смотрите, вот здесь вот такой процент, вот здесь вот такой процент, вот здесь вот такой процент. Скорее всего, вот такая история. То есть мы можем не на основе своих чувств, своих каких-то вещей, которые мы приобрели. Ну условно, то есть обычно этим знанием владеет учитель, который там 20 лет отработал, он может уже там условно по тому, как ребенок работает на уроке, не обладая там полной цифровой картиной, дать какую-то обратную связь. Точнее, он может дать эту обратную связь, потому что у него есть опыт. Так как у нас коллектив относительно молодой, мы набираем динамичных молодых людей, которые заканчивают топовые специальности, приходят к нам работать. Они хороши в своей предметной области, им нужно еще дать инструментарий по оценке детей. И мы, соответственно, внедряя вот эту LMS-систему, в данном случае у нас работает педагог, который вот закончил недавно, то есть в прошлом году закончил вуз, топовый, пришел к нам работителем информатики, он хорошо знает информатику, но никогда не преподавал. В данном случае мы дали ему этот инструмент, он теперь понимает, какой ребенок на каком уровне находится, что нужно делать, и в целом появляется ощущение плана действий. А что за LMS-система? Это ваша оригинальная? Ну, мы используем PCMS, Programming Countess Management System, то есть она не оригинальная, она на основном деле была написана питерцами для проведения Олимпиад, но потом они ее доработали для того, чтобы можно было просто учить информатике. В итоге вот использую эту систему. А для прогнозирования вашей выборки достаточно, или вы работаете на более общей выборке предыдущей, там, какой-то, да, которую систему забили? У нас еще прошлая выборка, да. Ситуация там какая была изначально, то есть мы так или иначе пользовались цифровыми системами, но это была не единая система, это был набор разных систем. В данном случае возникала условная коллизия, что ребенок не понимает, что где происходит. В данном случае мы поставили в одном месте это все. Ребенок понимает, куда нужно идти, что решать. Учитель знает, куда нужно выложить. И исходя из выборки прошлого года, то есть мы, например, уже повторяем программу прошлого года по тем же наборам задач, и мы можем уже сравнивать детей относительно, чего они могут достигать к восьмому классу. То есть как можно программу менять, например. Относительно этого, например, мы взяли и поменяли программу частично. То есть мы поняли, что вот с восьмыми классами была такая история. Вот здесь можно было поправить. Мы поправили эти моменты. То есть просто используя данные прошлого года, наложив их на данные этого года и посмотрев, какие дети были в прошлом году и в этом году, соответственно, мы смогли... То, что пример того, как раньше, что делалось на чутье, да, скажем так? Оно было на чутье, да, на интуиции, которая нарабатывалась. А сегодня мы можем уже доказательно говорить на конкретных цифрах. Да, и молодому педагогу проще, на самом деле, адаптироваться, когда он видит какую-то понятную количественную характеристику. У него же нет чутья, он может просто по цифрам понять. Нормально это или ненормально. А вот так и не возникнет. А? Так и не возникнет, говорю, чутье-чуть. Оно возникнет, мне кажется. Спасибо, Шуфар Батырович. Интересный такой для затратки кейс, который в Вами описан. Затем, Борисович, я к Вам обращусь. Очень интересная школа у Вас в Новосибирске. Там тоже есть СУНЦ. Но это другая школа совершенно, не менее, по-моему, прогрессивная, интересная, которая прошумела и на федеральном уровне, я знаю. Поэтому расскажите нам, Александр Борисович, про школу сначала немного, потому что наша аудитория, может, и не знает о ней так хорошо. А потом Ваш опыт и Вашу практику. Ну, я начну с того, что ни одна инновация, будь то информатизация, компьютеризация, в ГОС не будет иметь успеха, пока учитель этого не захочет. Все это внедряется настолько, насколько учитель этого позволяет. Поэтому лицей «Технополис» построился под Новосибирском, в известном месте Наукоград, Кольцово, там, где, собственно, центр вирусологии «Вектор», где борются с эболой в Африке, пандемией, коронавирусом во всем мире. Недавно зарегистрировали вакцину от ОСПы, в том числе и ОСПы обезьян. Ну, вот построился лицей, уникальное место, уникальные рядом компании, IT-компании, химико-биологические, фармацевтические компании. И, соответственно, лицей должен быть тоже лучшим на уровне России. Построился лицей два года, и оснащение его с точки зрения цифровизации, конечно, на самом высоком уровне. Мы действительно сравнивали со школами частными Москвы, Санкт-Петербург, Казани, опыт изучали и за два года построили уникальный объект. Школа полного дня, поэтому все кабинеты, все аудитории, все рекреации продуманы так, чтобы действительно работать на развитие и образование ребенка. Плюс шесть технопарков. Все технопарки оснащены, ну, в некотором... Некоторые из них оснащены лучше, чем кванториумы. Хотя это федеральный проект в рамках национального проекта образования. И, конечно же, стала задача сначала научить учителей. Всему этому пользоваться. Поэтому на первом этапе мы обучали весь свой педагогический коллектив, всех 96 учителей и 126 сотрудников. Где-то с помощью самих себя, с помощью университетов, с помощью вендоров и поставщиков данного цифрового оборудования. Поэтому вот такой лицей, если вот конкретизируете вопрос, готов еще. Я... Вопрос-то был следующий. То есть, каким образом... Может быть, у вас какой-то кейс интересный есть по применению цифровых технологий в практике? Понятно, что образовательная организация хорошо оснащена. Мы говорим о том, что педагоги внедряют, и педагоги начинают рефлексировать относительно того, насколько это эффективно. Ну, я бы сказал, что мы не внедряем, потому что мы живем уже в этом мире, в этом процессе цифровизации. Действительно, каждый из нас взаимодействует с любыми банками с помощью своих приложений, с госорганами через госуслуг, и к этому необходимо и учить детей. Поэтому мы живем уже в этом цифровом мире. Единственное, предыдущие два года пандемии показали, и мы анализируем, что онлайн образование и оффлайн должны действительно быть гибридными и вместе. Потому что доп. образование у детей вот именно оффлайн идет лучше, онлайн не идет вообще. Мы, когда два года нам пришлось готовиться ко всей неурочной деятельности, к чемпионатам WorldSkills, к робототехнике, беспилотным летательным аппаратам, прототипированию, моделированию, мы прям сильно увидели то, что вот это вот онлайн дистанционное образование проседает. Хотя анализ обучения более старшего поколения учителей показывает, что онлайн обучение, то есть с помощью цифровых различных платформ идет лучше. Взрослые люди более самоорганизованные и могут учиться в удобное для себя время и тому, чего они хотят изучить. Поэтому у нас пока такой анализ сравнительный о том, что все должно быть в меру, но оффлайн образование остается пока на первом месте. Какие бы цифровые удобные платформы не были. Спасибо, Константин Борисович. На эту тему действительно большое количество исследований проводилось в свое время относительно эффективности и относительно возраста. Когда это эффективно, когда нет. Любая школа это все-таки дисциплинирующая организация. Как бы мы ни говорили о том, что у нас субъект-субъектное обучение и так далее, что стены, парты, расположение, даже сегодняшнее наше с вами общение, оно предполагает определенный порядок, иерархию, дисциплину. И, конечно, для молодых ребят, которые пока нет самой дисциплины, внешней дисциплины гораздо важнее. У нас то же самое, мы видим, что бакалавриат в онлайне немного проседает, магистратура идет гораздо лучше. Ребята, которые могут сами ставить себе задачи, цели, в удобное время, как вы говорите, обучаться, для них это, наоборот, дополнительная мотивация и стимул. Челлендж такой, да, обучиться онлайн. А для бакалавриата все-таки это сложновато пока бывает. Но спасибо вам огромное. Я хочу слово передать, Лариса Владимировна, вам. Расскажите нам о доп. образовании. Я знаю, Байтик у нас в Республике Тарстан очень известная организация, которая занимается и лагерями в сфере цифровых технологий. Давно этим и успешно занимается. Расскажите нам про свой опыт работы с ребятами. И вообще поменялось ли что-то в последнее время после пандемии? Вашей работе. Добрый день. У нас Центр информационных технологий в образовании, он существует с 92-го года. Мы занимались многими вопросами, усовершенствовали эту технику, которая поступала в школы, программное обеспечение, разрабатывали программы, проводили конкурсы программистов республиканские в Татарстане, 20 конкурсов провели и так далее. И был такой у нас маленький огонек, это обучение детей за городом в условиях лагеря. Первоначально это были школы высокогорского района, в наиболее живописных местах. И вот там мы собирали учителей и учеников в самый первый год как раз информатизации в школах и обучали их. И нас так увлекло это направление развития, потому что здесь открывалось все. Здесь влюблялись просто дети в эти технологии и расширяли для себя представление об этих технологиях до увлечения прямо какими-то реальными интересными проектами. У нас есть реальные дети, которые буквально там со школьного возраста становились миллионерами, внедряя свои собственные проекты. Вот. И становятся. И в настоящее время. То есть наша история, она может быть такая более эмоциональная. В 2000 году мы взяли постоянную базу в Крутушке вблизи Голубых озер на берегу реки Казанки и развиваем этот комплекс. Здесь отдыхает и обучается около 8 тысяч ребят за год. Это круглогодичная база, полностью оснащенная. Мы проводим много разных интересных мероприятий, и в том числе заключительные туры всероссийских олимпиад. У нас очень хорошее оборудование, очень много компьютеров. Каждый год мы покупаем что-то новое по робототехнике, по дополненной виртуальной реальности и так далее. В принципе, как бы вот все возможности есть. Чего нам, может быть, не хватает, особенно сейчас. Пандемию мы выдержали, то есть коллектив мы не потеряли. У нас 100 человек работают постоянно. И плюс еще замечательные вожатые, что в педагогическом плане формирование именно педагогов будущих – это тоже очень интересно. Есть волонтеры, это будущие педагоги, которые действительно увлечены с любовью, с большим вниманием, интересом к тем идеям, которые возникают у наших детей, работают. Чего нам не хватает. В общем, пандемию, я хочу сказать, мы все это сохранили. Мы буквально только 2-3 месяца нам не разрешали работать, но в это время мы красили, строили, систематизировали какие-то знания, внутри байтик и так далее. И потом также работали круглогодично. То есть мы никому ничего не остались должны. Мы только, наверное, за эти 3 месяца просто действительно провели какую-то теоретическую, практическую инвентаризацию и реструктуризацию, так скажем. Ну, работаем много с грантами. Наши проекты ITJUMP, например, работа над проектами, как конкурсные проекты, вошли в реестр Министерства просвещения Российской Федерации. Победители вносятся в реестр талантов России, то есть дети получают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. И вот в этом плане очень большая работа. А нам нужны, конечно, педагоги, юные, начинающие, которые обучаются в университете. Пусть они к нам приезжают, пусть работают. Действительно, здесь очень интересная такая площадка, где они могут полностью реализовать свои желания, так же, как и дети. И очень часто говорят, что в байтике дети влюбляются в цифровые технологии. Потому что мы не отбираем специально детей. У нас от шести лет обучаются дети. И не хотят домой уезжать. То есть вот эта эмоциональная составляющая, она в дальнейшем очень заряжает детей на серьезные такие интересные, серьезные интересные деятельности в этой области, в области цифровых технологий. Спасибо, Лариса Владимировна. Ну, правильная аудитория. Здесь у нас как раз молодые ребята, которые учатся в направлении информатика. А все-таки вы сами учебный процесс как-то внедряете? Вот работа с большими данными, например, а разные категории, когорты, ребята, не сравниваете? То есть те, которые раньше приходили, может, данные накапливаете, что такими вещами не занимаетесь? Знаете, у нас немножко такая тема, как это делай добро, бросай в воду. Да, у нас приезжают и уезжают ребята. Мы никого не стараемся сильно затягивать к себе и спокойно отпускаем их в большое плавание. Ну, пока они не учатся плавать перед тем, как пускать в воду, да? Да, да. И у нас ни одна смена на другую совершенно не похожа. И к нам приезжают дети со всей России. И нам нравится их соединять между собой, сдруживать, когда они потом поступают в одни и те же вузы. А есть практика формирования команд? Очень большая, огромная практика формирования команд. Как раз в этом наша сила тоже, да. То, что ребята уже в старших классах, вот мы стараемся этот возраст не упустить, именно старшеклассники, даже средний возраст, который уже приближается к старшим классам, чтобы они знали уже, как составить команду, чтобы у них был такой кругозор среди специалистов и учебных заведений, которые существуют для того, чтобы помочь им становиться специалистами, чтобы они могли действительно свободно выбирать, свобода выбора, именно расширение кругозора. Это очень важно в школьные годы. Спасибо. Спасибо, Лариса Владимировна. Все-таки вот я хотел бы обратиться к Дмитрию Александровичу. Вы очень много работаете с регионами, в целом Яндекс, очень многое делает вообще для школьного образования и поддерживаете технопарк и Дутех. Насколько я знаю, у нас было несколько совместных проектов с Яндексом, в том числе и исследовательских у Казанского университета. Я вообще с университетским сообществом очень близко работаю. Я был на многих выступлениях ваших коллег, которые делились в том числе своими инсайтами, которые были выявлены по итогам анализа данных, которые вы собираете в целом. Но у нас тема конференции от инсайта к реальным технологиям. Вот у меня вопрос. Вот эти инсайты, которые были в свое время собраны, они сейчас уже выливаются в реальные технологии, которые позволяют учиться, помогают учиться? Спасибо большое за вопрос. Уважаемые коллеги, добрый день. Вы немножко рассказали уже про наш опыт и вклад в развитие образования, но начать хотел бы с небольшой шутки из личной жизни, такой профессиональной. Когда много путешествую, приезжаю в командировки, и в такси первая беседа обычно в регионе начинается с общения с водителем в такси. И когда у меня спрашивают, где вы работаете, я говорю в Яндексе. И следующий вопрос в мой адрес. В такси тоже в такси. Мало кто знает, что Яндекс очень много вкладывает в развитие образования. Уважаемые коллеги, я бы хотел к залу адресовать свой вопрос. Поднимите руки, кто знает об образовательных проектах Яндекса. Я не буду перечислять. Кто знает о том, что Яндекс образованием занимается? Очень мало рук. Поэтому чуть-чуть расскажу о том, что мы делаем, какой вклад мы вносим в эту сферу. На самом деле более 14 лет Яндекс занимается развитием образовательных проектов. Все начиналось с такого проекта, как школа анализа данных. У нас есть свой факультет компьютерных наук в высшей школе экономики. И практически все, что было связано с началом, это высшее профессиональное образование. И только в 2016 году мы пришли в систему дополнительного образования детей. И открыли в четырех регионах четыре площадки Яндекс.Лицея. На сегодняшний день у нас уже более 70 регионов, более 380 площадок Яндекс.Лицея. И Республика Татарстан является одним из первых активных участников данного проекта. Дальше мы пришли в школу. И пришли не в старшие классы, а в начальную школу. Это произошло в 2017-18 учебном году. Появился такой сервис Яндекс.Учебник. И вот следующий мой вопрос. Поднимите руки, кто про Яндекс.Учебник слышал, или знает, или пользовались. Примерно такое же количество. Чуть-чуть больше. На пару рук точно больше. Яндекс.Учебник изначально создавался как платформа для учителя. И здесь я бы хотел коллег поддержать о том, что наш главный принцип при разработке мы его придерживались. Технологии не учат, а учит учитель. И то, что мы увидели в самом начале, некоторые спикеры на это акцентировали свое внимание, там слайд переключился на следующий. Я всегда говорю о том, что в любой момент технологии могут подвести. Может произойти все, что угодно, может выключиться электричество, может зависнуть система. И в принципе в этот момент учитель действительно становится главным. Потому что он несет в себе знания, опыт, владеет методикой. И достаточно даже не интерактивные далеко доски, а обычные доски с маркером или с мелом. И учитель прекрасно подготовит учеников и к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. И в принципе обучит ребенка. Технологии лишь помогают. Мы придерживаясь этого принципа, разрабатывали свою платформу. Для нас было очень важно понимать, насколько она эффективна. И когда мы были совсем маленькие, мы только-только развивались, мы имели возможность постоянно и много общаться с учителями. И, например, приезжая в регион, мы получали обратную связь на семинарах, где могло быть 50 или даже 20 человек. И учителя говорили о том, что им удобно в функционале, какие результаты они получают, что им мешает технологически эти результаты получать. И далее я приезжал в офис, я собирал методистов, разработчиков, мы давали обратную связь, и все происходило в таком ручном режиме. Меня не любили методисты, потому что я все время привозил какие-то хотелки от учителей, а учителя хотели многое поменять в нашей платформе. Что-то не устраивало, что-то мешало. Но при этом было очень интересно видеть глаза этих педагогов, этих же, когда мы приезжали через 2-3 месяца и уже показывали, как мы изменились, что мы сделали, исходя из той обратной связи, которую получали. Но со временем, когда мы стали гораздо больше, и платформа стала включать в себя не 4 тысячи заданий по русскому языку и математике, а более 300 тысяч, нужны были и другие методы доказательства эффективности наших инструментов. Так, в 2018-2019 году мы провели очень масштабное исследование, точнее, не мы его проводили, его проводила Высшая школа экономики, институт образования, и в нем принимали участие более 6 тысяч школьников из Новосибирской области и Алтайского края. В качестве инструмента был взят такой международный тест IPIPS, модификация IPIPS+, уже модифицированная версия для российских школ. В результате этого исследования само оно опубликовано более чем на 180 страницах, я его прочитать не смог, потому что не специалист, я дошел до страничек с выводами. Было доказано, что цифровые образовательные ресурсы, их использование систематическое в образовательном процессе позволяет поддерживать и усиливать интерес и мотивацию детей, а речь об обучающихся начальной школы при изучении предметов, в частности математики. Более высокие результаты повышения математической грамотности показали изначально слабо успевающие ученики, которые вначале показывали наиболее низкие результаты. Еще был очень интересный эффект. Была группа, которая должна была использовать большее количество заданий в цифровом формате. Так вот там результатов не было. И мы для себя подтвердили гипотезу о том, что все должно быть разумно. И включение цифровых инструментов в образовательный процесс, оно, мой такой термин, должно быть гармоничным. Не нужно надеяться, что цифровая платформа, какой бы она ни была красивой, удобной, что она решит все проблемы, вот как такая волшебная таблетка, с мотивацией обучающихся, с формированием навыков. Педагог сам должен решать, в каком объеме такие инструменты применять. И вот тогда эффективность будет, когда учитель осознанно, методически, обоснованно использует цифровую платформу, понимая и отвечая на вопрос, для чего он это делает. Не просто для красивой картинки или для наглядности в цифровом формате. Не будет результата, если мы, например, заменим бумажную наглядность на цифровую. Нужно понимать, что эта платформа, она решает какие-то определенные задачи. Например, вот в частности, работа со слабо успевающими детьми, работа с определенными навыками в рамках предметов и так далее. Для себя мы приняли такое решение, что разработка продукта, она невозможна без постоянных исследований, постоянной отсылки к опыту учителей, которые этот ресурс используют. И только благодаря такой обратной связи и исследованиям, которые мы проводим, и обработке тех данных, которые мы получаем о работе каждого школьника на платформе. А мы же видим количество времени, которое ребенок тратит на выполнение задач. Какие сложности, какие определенные задачи вызывают затруднения ученика. И обработка всех этих данных позволяет разрабатывать так называемый рекомендательный сервис, когда мы можем предлагать учителю только те задания, которые будут эффективны в отношении определенных учеников. Но и даже здесь, уважаемые коллеги, когда я на эту тему говорю, я всегда педагогам делаю такую пометку со звездочкой. Коллеги, только вы решаете использовать этот рекомендательный сервис, или все-таки вы примете решение в отношении этого ребенка, потому что вы его видите, скажем так, вживую, вы видите его поведенческие реакции, эмоции видите. И вы можете принять решение, что будет более эффективно. И соглашаться с нашим рекомендательным сервисом или нет. Вот, наверное, я бы так ответил на данный вопрос. Спасибо, Дмитрий Александрович. Вообще, в адрес учителей и в целом и педагогического образования, на самом деле, и практики в школе, собственно, профессиональной, по крайней мере, научной литературе сейчас очень много критики относительно того, что она малодоказательна. И часто сравнивают с медиками. Говорят, вот смотрите, медицина за последние 50-70, иногда 100 лет сделала этот скачок доказательности. Когда еще в 19 веке все отдавалось на откуп конкретному опыту и практике конкретного медика, врача, интуиции, скажем так, его взаимодействия с пациентом. И было там всего отработанных 5-6, может быть, протоколов лечения для всех болезней. Пустить кровь, что там еще можно было сделать, пияву поставить, смачивать компрессы делать и так далее. Ну и где-то там малые такие, малоинвазивные, оперативные какие-то вмешательства. Но понятно, что медицина сегодня это совершенно не то, что было там 100 лет назад. Когда говорят о образовании, о педагогике, говорят, ну вот мало что изменилось не только за 100 лет, и за 200, и за 300 лет мало что изменилось. Вот эта скачка к доказательности, к сожалению, не произошло. Можем ли мы ожидать этого скачка? Это большой вопрос. Это, наверное, тема отдельной, может быть, дискуссии, хотя эта тема очень интересная, по-моему. И над ней надо задуматься. И во многом, кстати, вот эти цифровые технологии, с которых мы начинали, и решение, в том числе использование больших данных для принятия решения, вот эти рекомендательные сервисы на основе прежнего опыта, они немного привносят вот такую доказательность или технологичность в деятельность. Но даже в медицинских протоколах лечения всегда указано, последнее действие или решение остается за врачом. Потому что он знает конкретную ситуацию, конкретный кейс, и как бы мы далеко не уходили в сферу технологии, конечно, педагог в центре. Но я хочу слово передать Ирине Ливановне вам, моему коллеге, потому что вы с высшего образования, но очень много делаете и для партнерства. Я знаю, что вы стали очень хорошим партнером технопарка. И в этом году уже первое даже аппаратное решение, а первое оборудование поступило даже в технопарк для практики, для опыта. Ирина Ливановна, я очень хотел давно встретиться вообще с вами, потому что вы это оборудование поставили, и мне хотелось бы понять вообще вашу работу, чем вы занимаетесь, конкретно сначала, что вы описали, и потом рассказали о том, как вы работаете со школами и с педагогами, может быть. Спасибо, пожалуйста. Да, спасибо. Добрый день всем коллеге. В течение 10 лет на базе МАИ создан институт аукционный центр. Мы очень много ездили по России, собирали информацию от преподавателей, какие задачи, какие проблемные боли, точки, как возможно решить и ускорить процесс именно сама подачи информации, материала для усвоения учеников. Также мы просмотрели с учетом статистики опять маломобильных детей. Это тоже очень-очень сильно как раз в этой части проработали. Да, не все дети в этом направлении как раз в части маломобильные очень хотят учиться, так же, да, как развиваться, идти вперед, получать профессию. И вот как раз в этом ключе мы продумали некое ПО наше, да, именно в российском направлении для именно минимального управления, то есть со светодиодными экранами. В каком ключе? Опять же, вернусь, да, и поддержу коллег в том ключе, что все-таки упрощаем работу преподавателей, да, в части управления, передачи информации. Опять сбор статистики, да, обратно. Поняли студенты ту или иную тему или не поняли студенты. Опять же, разрабатывали, почему в направлении светодиодных экранов, но чисто технологического плана, потому что, ну, мы все понимаем, да, где-то что-то с каким-то экраном, например, происходит, да, если мы говорим интерактивный, например, какая-то поломка, да, в части светодиодного экрана, если говорить в плюсах, да, мы можем поменять какую-то определенную деталь и дальше работать. Опять же, в части управления, звуковых, да, составляющих сопровождения. Тут, наверное, мы больше рассматриваем все-таки комплексный подход, потому что, ну, сам светодиодный экран, он самостоятельно, как бы, да, ну, как некий экран. А уже, когда идут дополнения и мобильные приложения, которые мы разработали, и, если мы говорим в части гибридного обучения, мы тоже делали на это ставку, да, с учетом дальнейшего, да, развития, мы не знаем, как будем мы на удаленном или все-таки оффлайн, да, обучение. Поэтому, если более подробно, я вас всех приглашаю на наш мастер-класс. Мы покажем, как работают наши светодиодные экраны, какая происходит защита, как, на самом деле, очень легко ими управлять. Так что, приходите с современной методом донесения, цифровой учебной информации. Ждем вас. Спасибо. Спасибо. Ирина Ливановна, а вы в большей степени работаете как бы на МИИ, или вы пытаетесь… у нас ситуационный центр. Для МИИ, да? Да, но при этом пытаетесь в своей практике отработать с партнерами. Совместно. Совместно, да? Конечно, да, совместно. И у нас как раз возродилось на базе МИИ такой подход в части как раз цифровизации и развития. И мы продумали, каким же образом можно все-таки в этом ключе быть полезным, да, именно для преподавателей, для также комплексной. И делаем еще ставки на развитие все-таки студентов. Опять же, заинтересованность и мотивация студентов. Да, мы понимаем, что вы прочитали лекцию, но и все эти лекции услышали и поняли. Вот здесь как раз в части тоже у нас есть технологический подход обратной связи. То есть мы выводим все ответы исключительно на экран. Я так понимаю, что вы и железом занимаетесь, да? Совершенно верно. У нас, да, и железо, да, и ПО. И в дидактику. Совершенно верно, да. Очень интересный синтез. И работаете с преподавателями, наверное, с педагогами. Совершенно верно, да, напрямую непосредственно, да, собираем данные, обучаем преподавателей, и как именно управлять. Ну, в части автоматизации, да. Это замечательный, по-моему, синтез и практика МИИ, создание такого центра, поскольку зачастую эти функции разделены, скажем так. Кто-то у нас отдельно занимается железом, другие у нас занимаются программной части, программным обеспечением, а еще третий занимается повышенной инклификацией. Преподаватели, как со всем этим работать. Я слово вам тогда потом передам. У меня вот Шухрам Батыричу как раз вопрос. А вы как с учителями работать? Потому что мы Константин Борисовича поняли, он уже собрал, как бы, и ввел в среду людей, которые там, как родные уже, для них это естественное средообитание. Все-таки, Шухрам Батыричу, вы брали, когда приходили в образовательную организацию, она, это IT-лица, и понятно, что там была уже цифровая инфраструктура, но внедрение новых технологий там происходит постепенно, что называется. То есть вы вот шаг за шагом пытаетесь по-новому оцифровать ту среду, которая там уже сохранилась. Вот есть ли какая-то проблема работы с преподавателями? Или не проблема, а новые возможности, которые вы видите? Да, вы правильно заметили, что на тот момент, то есть в этом году нашей школе исполняется 10 лет, она, мне кажется, относительно молодая еще, но есть очень неплохие результаты у школы. Когда мы приходили, да, это было 3 года назад примерно, уже был коллектив сформированный, неплохой, хороший, достигающий неплохих успехов, но мы поставили свою задачу цифровизировать школу по-новому. То есть на тот момент, когда уже мы приходили в школе, было 7 лет, нужно было какие-то концепты пересматривать и изменять чуть-чуть. В данном случае мы что за основу взяли в данном случае? Ноутбуками, окей, умеют пользоваться учителя, их уже научили пользоваться, когда вели электронные дневники, журналы и так далее. То есть вот эта вся история, этому не нужно учить. Учителей там пользоваться проекторами не нужно. Хотя мы обнаружили очень интересную вещь, когда мы поменяли на интерактивные панели, оказывается, учителя, например, не знали про такую базовую функционал, как то, что можно писать на интерактивной панели очень долго, можно разные листы сделать, а потом эту PDF-ку детям отправить. Например, это, казалось бы, очень базовый функционал, но учителя, например, им не пользуются. Они показывают презентацию, и не понимают, что можно на ней сделать свои пометки, а потом эту PDF-очку отправить. Соответственно, вот мы, обновив оборудование, провели обучение совместно, на самом деле, с Эдутехом. Мы проводили это обучение для наших учителей. И куча инсайтов, оттуда учителей было, они сказали, очень круто. И на самом деле, сейчас и у детей очень классное отношение в плане того, что они понимают, что могут что-то не записать, и им пришлют PDF-ку. Это очень круто. Следующий момент, который возник, мы взяли концептуально, что мы будем внедрять условную LMS-систему. Мы взяли это как за такой краеугольный камень в программе развития нашей школы. Почему мы это взяли? Ну вот, Константин Борисович сказал в своем выступлении, что сейчас там взаимодействие происходит с госуслугами, взаимодействие там, условно, чтобы заказать такси, окей, ты используешь приложение, агрегатор, чтобы это сделать. Мне кажется, и в принципе нашей команде тоже кажется, что если мы научим учителей пользоваться LMS-кой, и дети поймут, как это круто, это в принципе такой паттерн поведения, которому ты можешь научить в принципе в реальной жизни. Когда ты понимаешь, что окей, есть такое понимание, как сервисность, есть понимание, что мы объединяем все ресурсы воедино, окей, там ребенок заходит и понимает, где все у него лежит. Это на самом деле следующий наш шаг развития постинформатики. Мы активно используем университетскую LMS и пытаемся развивать ее в среднем образовании. И учителя на самом деле довольно сильно сопротивляются использованию LMS-систем, потому что они не до конца понимают, насколько это удобно. Они видят сиюминутный и сейчас эффект, что мне придется сейчас оцифровать все мои аналоговые записи. Это очень много времени, это неэффективно, но есть учителя, которых мы взяли как фокус-группы, они сделали курсы на самом деле в LMS-системе, то есть такой секс-стори мы хотели сделать для остальных коллег. Они сделали, и они сказали, о, прикольно, можно, оказывается, проводить таким образом контрольные работы и не проверять тетрадки. Шаговатый, а вот все-таки есть распространенное мнение, что учиться должно быть сложно. Ну, то есть обучение – это все-таки какое-то преодоление, какие-то трудности. А вы пока только упрощаете, по-моему, ну, вот смотрите, есть такой тезис, и мне кажется, мы придерживаемся его, но опять же, здесь зависит от того, в какой части должно быть сложно. Сложно, чтобы найти информацию или сложно понять эту информацию? Вот мы за то, чтобы убрать все вещи, которые не относятся к ценности основного образования, а именно за то, чтобы ребенок мог получить эту информацию максимально быстро и сидеть мучиться с пониманием этой информации либо ему с объяснением. Именно в этой части я считаю, что должно быть сложно, но не должно быть сложно в плане поиска информации, потому что тогда опускаются у ребенка руки, Я вот нашел информацию, она такая сложная, кажется, еще ее понять надо. От этих историй нужно, да. Спасибо. Да, пожалуйста, Ирина Ливановна. Да, я согласна с коллегой в плане того, что преподаватели готовы, но вот отказаться от флешки никак не могут. Хотя мы со своей стороны как раз и упрощаем этот процесс, мы пишем виджеты для экрана, для удобного управления, не вставая с места, не используя флешку, вы можете настроить ту тематику, которую вы хотите, например, с вечера, ту лекцию, которую вы планируете с утра, вы можете автоматически настроить на своем ноутбуке и передать информацию, и по времени, по таймингу она у вас пойдет. То есть не обязательно вставлять флешку, но я думаю, что в этом ключе мы будем прорабатывать, более упрощать и писать больше виджетов, для того, чтобы легко управлять преподавателями лекций. Здесь есть мое мнение, у нас социологи с антропологами, иногда есть такая целая отрасль, которая занимается профессиональными сообществами, скажем так, в том числе профессиональными сообществами учителей. И все-таки профессиональное сообщество основано на некоторой профессиональной практике, повседневности, профессиональной деятельности, а деятельность основана всегда на артефактах, то есть конкретные предметные составляющие. И это очень сильно завязано с идентичностью человека, профессиональной идентичностью. И если нет вот этих артефактов, с которыми я себя ассоциирую, а ведь когда мы переходим к интерактиву, там уже практически нечего трогать. То есть это просто уже какая-то картинка, которая на самом деле не имеет личностной принадлежности ко мне. Можно ее уже использовать кому угодно. Это уже оторванная от меня сущность какая-то, совершенно отчужденная, скажем так. К Марксу можно сделать отсылку определенную. Поэтому я и связываю вот это желание сохранить некоторую материальность в повседневной практике. То есть оставить учебник материальный, оставить тетрадь, оставить флешку хотя бы оставьте. Давайте уйдем, принимаю к облаку, давайте там переходим. Нет, давайте хоть флешку мне оставьте, чтобы я мог ее потрогать, ставить, открыть, это мое. Это на самом деле очень глубоко психологически и социально завязано на идентичности человека и учителя в данном случае. На самом деле это связано не только с учителем, это даже с водителем может быть связано. Потому что там тоже схожие процессы на самом деле происходят. Когда мы говорим о беспилотных транспортных средствах и так далее. Но это тоже тема отдельного обсуждения, может более такой научной дискуссии. У меня, Константин Борисович, к вам вопрос. Вы расписали, что у вас все замечательно, у вас там проблем-то нет с цифровизацией. У вас все живут в идеальном городе-саде. Но все-таки наверняка есть какие-то вызовы, которые вы сами для себя сегодня формулируете относительно вашего будущего развития. Потому что когда технопарк создавали, мы почему уходили от закупки оборудования? Потому что понимаем, что все очень быстро устаревает. Вот сейчас купишь, а через 2-3 года оно уже старое. Там уже совершенно новые продукты есть на рынке с новыми возможностями и так далее. Вот вы здесь проблемы видите какие-то для себя для своего развития? Ну, первая проблема – это кадры. Вот кадровое обеспечение и постоянно… Ну, я вчера говорил студентам, вижу, они здесь в зале, что первое качество, которое необходимо современному учителю – это быть готовым постоянно к самообразованию. Поэтому для нас вызов – это действительно к самообразованию. Большинство, ну, порядка 50% наших учителей постоянно обучаются на различных курсах, на платформах. Это, ну, самое распространенное у нас, по крайней мере, у нас в лице это Курсеева. Ну, по их аналитике только в прошлом году там обучилось более 100 миллионов человек. Ну, по России я имею в виду. Вот для нас это постоянный вызов, не столько смена оборудования, хотя действительно мы это меняем. Лицей в 2019 году построили в декабре, а, соответственно, детей набирали в 2020. Ну, посреди зимы, посреди год не будешь набирать. И все наше оборудование по виртуальной и дополненной реальности уже устарело. Новые версии вышли уже беспроводные. А у нас там километры проводов, пять входов и системные блоки, чтобы это все подключить. Поэтому действительно очень много новых вызовов, но самое главное для нас это именно кадры. Не столько смена оборудования. То есть не программа, а аппаратный комплекс, сколько кадры. Понятно. А для МИИ кадры это проблема? То есть вы как работаете с кадровой? Нет, с кадровой у нас проблем нет. Как раз у нас проходит обучение, тестирование, стажировки. А у нас все-таки позыв такой идти на комплексное образование, на комплексное развитие. Вот, наверное, вот так вот цель, самое главное на данный момент. У меня второй вопрос. Дмитрий Александрович, к вам. Все-таки вот мы знаем те продукты, про которые вы говорили. Это Яндекс.Учебник, Яндекс.Лицей. Наверное, два таких самых известных продукта. А? Я-класс. Да, ну, чуть менее, может быть, известных. Но эти продукты, которые мы знаем, с которыми мы работаем. А куда дальше Яндекс собирается двигаться? То есть есть какие-то перспективные направления? И второй вопрос, а нет ли желания и в аппаратную часть как-то прийти? То есть я знаю, что ряд компаний, которые там хорошо развивают программную часть, они пытаются каким-то образом, в том числе и в аппаратную заходить. То есть какие-то продукты делать, ко-брендинговые проекты какие-то делать. Яндекс собирается делать, кроме вот инстанции, которую мы все знаем. Еще в этом направлении, но уже для образования. Что-то делать. Коллеги, могу порассуждать только немножко, с учетом той информации, которой владею, чтобы ни напридумывать, ни нафантазировать. Ну, относительно аппаратной части, например, голосовой помощник и наши станции, они появлялись просто как колонка для прослушивания музыки, использования голосового поиска. И когда я впервые приехал в командировку в Алтайский край, город Барнаул, мне коллеги рассказывали, что они уже определенное количество времени используют Алису в образовательном процессе, а региональный институт развития образования даже разработал методички по применению голосовых помощников в образовательном процессе. Причем у них даже была такая работа при подготовке детей к ОГЭ по истории. Они используют этот голосовой помощник. Поэтому из обычного гаджета, который нес такую развлекательную миссию, выполнял, станция превращается в большой интересный набор навыков, в том числе образовательных. И у нас у учебника тоже есть такой навык. Например, Олимпиада «Я люблю математику». И много-много других голосовых навыков, которые я сам о них иногда узнаю впервые. Если говорить про дальнейшую какую-то стратегию в части развития аппаратных инструментов, не отвечу на этот вопрос. Есть ли такая задача сегодня, но коллегам готов этот вопрос адресовать. Мы иногда так делаем. Поэтому в целом мы скорее направлены тоже на подготовку кадров. Я говорю сейчас про наших пользователей. Это учителя начальных классов, учителя информатики. У нас есть большая программа именно по информатике для педагогов. Много программ повышения квалификации. И, например, в прошлом у нас был такой инструмент «Я учитель». Это диагностика профессиональных компетенций учителей, когда учитель мог зайти на платформу, пройти диагностику, а под диагностикой подразумевался не набор, например, тестов по предмету, а это был набор ситуаций, с которыми педагог может сталкиваться в повседневной своей работе, приходя в школу. Задается какая-то ситуация в формате задачки. И четыре варианта ответа, из числа которых педагог выбирает тот вариант, который максимально соответствует опыту, поведенческим каким-то механизмам самого учителя. Очень интересно, когда в такой диагностике принимали участие студенты, будущие учителя, для них такой тест становился уже элементом профессионального развития, потому что они, еще не имея большого опыта работы в школе или только в рамках практики, могли представить себя, поставить себя на место учителя, с чем им придется столкнуться, как бы они такую задачу решали. И на основе результатов такой диагностики учитель, пользователь получал рекомендации с отсылкой на различные семинары, курсы, не только наши программы, но и те, которые максимально могли бы быть полезны учителю. Поэтому в целом мы очень значительный блок во взаимодействии с учителями выделяем на методическое их сопровождение, на помощь, на подготовку. У нас есть программы, например, с Южным федеральным университетом, где учителям, будущим учителям, студентам показывают нашу платформу, и они учатся ее использовать для того, чтобы придя в школу, на молодого специалиста не обрушилось большое количество задач, связанных с цифровизацией, но при этом иногда образуется разрыв, когда в ВУЗе студент, к сожалению, не видит того оборудования, которое может потом увидеть в школе. И пока еще эта проблема есть, несмотря на то, что многие университеты создают такие пространства, вот на примере вашего центра, мы это видим, мы тоже являемся партнерами данного центра, но считаем важным, чтобы все, чему мы учим учителей, могли использовать и студенты тоже. Спасибо. Действительно, такая проблема и есть. У нас в школу в последнее время получали, ну, последние, наверное, лет 15, достаточно существенное финансирование, да, и это, я сейчас говорю не только о капремонтах, но и закупка оборудования. И университеты, особенно педагогические университеты, кое-каконах, там, 33, по-моему, сейчас Российской Федерации, в последнее время такого финансирования не получали, и, безусловно, очень сильный разрыв между тем оборудованием, то есть средой, которая формируется в педагогических университетах, и то, что мы видим в современных школах. И вот у меня, когда мы проводим исследования, в том числе связанные с успеваемостью ребят, нам часто, особенно в 10-11 классах, нам часто говорят, «Да что там школа? Все дело с темой доп. образования». То есть все равно после школы ребенок идет к тьютеру, в кружок определенный по предметной области, и они доводят, и ОГЭ формирует в дальнейшем результаты, ЕГЭ – это все конкретные люди, конкретные, значит, кружки, которые помогают, не учитель. У меня в связи с этим вопрос лазит один к вам. Вот вы, когда принимаете ребят, которые к вам приходят, вы видите эти дефициты, которые у них в школе формирует? Вы же имеете возможность сравнивать и разные школы, и разные когорты возрастные, и в том числе одни возраста в разный период времени. Вы видите вот эту динамику изменения подготовки по вашим предметным областям, в которых вы специализируетесь? У ребят. У ребят. То есть они работают над проектами? Ребята работают над проектами, и с наставниками у них являются специалисты, либо даже те уже более взрослые такие люди, которые имеют собственные организации, как сказать, уже собственный бизнес, так скажем, да? Поэтому идет все от практики на самом деле. И за им отношения очень интересные, потому что они круглые сутки находятся друг с другом и общаться могут постоянно. И учатся дети от детей во многом, а не только от тех, кого мы называем преподавателями, да, наставниками. Вот здесь очень важная вот эта составляющая. И еще в конце смены, более того, я всегда спрашиваю тех, кто преподавал ребятам языки программирования, дизайн и так далее, да, разные вещи. Я говорю, вам самим-то было интересно? И если действительно зажигаются глаза, вот у нас много специалистов приезжает из разных городов, надо прежде всего тестировать, наверное, самих педагогов, преподавателей, наставников. Если у них зажигаются глаза, они говорят, да, действительно, я получил такой заряд, я получил такие новые какие-то идеи, и сам в себе вот это все нашел, то это очень здорово. Поэтому здесь какие-то уровни, вы знаете, мы в самом маленьком огоньке видим какие-то большие уже возможности, поэтому просто систематизировать поступение, вот это менее развитый, это более развитый и так далее, нам очень сложно, мы любим всех на самом деле. То есть мы все-таки больше про любовь на самом деле. Это цифра, у вас какая-то синергия такая, цифры и любовь, эмоция и холодный расчет. Да, да. Спасибо. Мы соединили в себе все это, и даже более того, у нас еще одним из направлений батика является этнографическое. Там вообще, казалось бы, да, когда мы прорываемся вперед в плане цифровых технологий, не надо забывать свои традиции, традиции наших народов. Спасибо. Спасибо, Лариса Владимировна. Но у нас до окончания дискуссии осталось 10 минут, насколько я понимаю, и у меня есть предложение передать уже инициативу в зал, чтобы наши коллеги, наши участники, которые нас дисциплинированы, слушали уже последние, по-моему, скоро два часа, чтобы они тоже могли поучаствовать и задать вопросы. Поэтому, пожалуйста, коллеги, если у вас вопросы к нашим уважаемым гостям. Пожалуйста. Микрофон есть, передадите. Представляете сначала. Здравствуйте. Гибадуль Налсю Дрис, учитель математики. Простой школы, никакой не специализированный. Сейчас отдышусь, потому что волнуюсь. Очень интересно было послушать наших гостей. Вот. И у меня, я даже не знаю, вопрос или, может быть, чайнее такое. У меня такое впечатление складывается, наверное, не только у меня, что цифровые технологии отрывают нас от естественного образования, которое более качественное. Ну, что я имею в виду? Вот знаете, когда... Вот эти платформы, это все вроде хорошо, цифровизация, собирать большие данные и прочее, но, знаете, когда смотришь вот блоги, авторские блоги учителей очень высокого уровня, которые ведут свои, ну, YouTube-канали, да просто ВКонтакте, например, блоги ведут, да? Вот, учителя, которые... Например, учителя математики. Как учителя математика, смотрю, мне интересно, чем учителя математики занимаются, как они применяют какие методики для обучения и как они достигли таких высоких результатов. Прежде всего, это именно специалисты в своей предметной области. И поэтому вот для специалиста высокого класса в предметной области, например, математика, да, которые ученые математики, которые вот там олимпиадник, действительно, да, которые кандидаты, доктора наук, работают с детьми, вот, для них эти все технологии, платформы, которые вы создаете, это низкий уровень, я бы так сказала. Потому что для них это все ниже, чем они, вот чем они сами себя представляют, и что им вот как бы вот это все внедрить не хватает вот этого, чтобы вот эти технологии помогали им в обучении, получается, что они не помогают. Я, например, сама с этим столкнулась. Я совсем не учитель такого уровня, о которых вот говорю, но тем не менее, даже хотя бы вот элементарно, готовясь к ЕГЭ, готовя детей к ЕГЭ, да, вот эти все красивые картинки, все это мелькает, конечно, все это красиво, прыгает, все замечательно, да, но к ЕГЭ это совершенно не готовят. У нас есть поставленная нам задача к ЕГЭ, как бы мы к нему не относились, хорошо или плохо там, вот, ну, поставлена задача подготовить детей к ЕГЭ. Нужно, кроме подготовки детей к ЕГЭ, хочется им еще дать представление о хорошей математике. Это, к сожалению, ЕГЭ и хорошая математика, это рядом не стоит, вот, к сожалению. Вот, и поэтому, да, мы с системой ЕГЭ разрушили наше образование, сами создали огромные проблемы, теперь думаем, как их решать. Я думаю, что вот такие, если мы хотим, если сейчас стоит такая цель цифровые технологии использовать в образовании, да, то эти технологии, создатели вот этих ресурсов цифровых, они должны ориентироваться на учителей-предметников очень высокого класса. А сейчас эти, вот эти платформы, они ориентированы на низкий уровень. Вот эти все просто взять, подвинуть картинку сюда в качестве ответа, там, теста, да, это не развивает мышление, это не развивает, это не обучает математике. Я, например, для подготовки к ЕГЭ использую как интерактивной, там, цифровой технологии. Ну, я просто, скажем, есть открытый банк по математике, да, открытый банк mafieg.ru, по другим ресурсам, по другим предметам такого открытого банка нет. В математике это замечательный такой мешок заданий экзаменационных, да, и мы их, вот, прорешиваем. Есть блоги, сайты авторские, где прорешиваются, рассказывают, как решать, вот, эти все задания. Потом, там, ну, всем известный уже такой портал авторский, решу, решу ЕГЭ, решу ОГЭ, решу ВПР, конечно, да, вот, Яндекс, Яндекс.Репетитор тоже что-то в этом роде, да, вот, там, если, говорит, там, сайт Александра Ларина, вот, это, вот, вот, Ларин, Гущин, это же все специалисты, которые вот создали такие авторские свои ресурсы, с которыми действительно полезно, интересно работать. Вот, но я бы еще вот что, у меня, может быть, даже не вопрос, как-то сумбурно все получается, выступление, но я про инструменты, которые специалисты используют в области, все вспоминаю, как на одной конференции, один наступающий сказал, вот, медицинно-хирургические операции, какие бы совершенные инструменты врачу не дали, если он не специалист, он эти инструменты использовать не сможет. Но в то же время, если хороший специалист, ему не хватает инструментов, он мог бы больше сделать. Вот, поэтому я бы, я даже не знаю, совет это было бы, знаете, слишком лохально. Вот просто мое, знаете, впечатление сейчас, что вот мне, например, как учителю математики, вот эти все платформы, они меня не устраивают. Чем-то я частично могу пользоваться, да, но они меня не устраивают, потому что это все не тот уровень, который мне нужен для того, чтобы детям дать математику, показать ее, показать ее красоту, показать ее, что это язык природы, на самом деле. Давайте мы вас поблагодарим, чтобы была возможность задать вопрос у других, да. Я думаю, что, в принципе, тезис понятен. Понятно, хорошо, спасибо. Извините, если я была слишком дерзкой. Я просто хочу попросить коллег, может быть, они отреагируют, если есть желание как-то это прокомментировать. Я бы, вот, Дмитрий Александрович, у нас вы, по-моему, единственный, кто представляет образовательную платформу Персе, что называется. Дмитрий Александрович уже сказал, что учит не технологии, учит учитель. И здесь никакие технологии никогда не заменят живого слова учителя. Коллеги, позвольте, не получится развернутый ответ дать, хотя очень хочется. Я несколько тезисов, тоже прошу прощения, может быть, сумбурно немного получится. У меня есть очень хороший опыт общения с учителями в моей семье. У меня бабушка проработала в школе 50 лет, мама с 1974 года ведет русский язык и литературу. И общаясь с ними, я как раз убеждался неоднократно в том, что очень многие новые технологии это всего лишь инструмент. И поэтому, что касается того, о чем вы рассказали, про математику, про платформу, различные платформы, вот честно скажу, даже как представитель Яндекса, я с вами полностью согласен. Поддерживаю вас. Если бы вы подписи собирали, я бы подписался под каждым вашим тезисом. И радует то, что есть такие учителя, которые готовы так рассказать о платформах, дать такую обратную связь. Поэтому для нас, как для разработчиков, я об этом говорил сегодня в разных направлениях, когда отвечал на вопросы, очень важно, чтобы при взаимодействии меня, моей команды, наших методистов с учителями, мы доносили эту мысль до каждого педагога, что цифровая платформа, цифровой ресурс это всего лишь инструмент такой же, как, может быть, грубо сравню, кусочек мела, маркер или что-то более серьезное. Учитель сам принимает решение, в каком объеме это применять и как это использовать. Спасибо. Спасибо большое. Финальное решение всегда за педагогом, за ним синтез материала и ресурсов, инструментов. Есть ли еще вопросы у аудитории? Пожалуйста, коллеги, у нас есть время на один вопрос. Уважаемые коллеги, профессор Салихова, я веду высшую математику, методику обучения математике в Казанском федеральном университете. Спасибо большое за очень интересные доклады и вот эти доклады привели меня к одной мысли, к вопросу, который я бы хотела пообсуждать с экспертами. Тема нашей конференции цифровая дидактика. Классическое определение дидактики это теория обучения. Если переводить калькой, то мы получаем цифровая теория обучения. Вот мне бы хотелось, ну, с моей точки зрения звучит очень странно, это словосочетание. Вот мне бы хотелось услышать мнение экспертов, какой смысл каждый из вас вкладывает вот в это словосочетание. Коллеги, если можно, очень кратко, я думаю, мы спросим дару каждого, раз был задан вопрос всем нашим экспертам. Можно, я тогда очень кратко. Действительно, со вчерашнего дня, когда прочитал эту тему, задавался таким же вопросом и для себя обозначил, что это ничего не изменилось в классической дидактике и цифровой дидактике. Это всего лишь форма донесения образовательного контента. Вот я для себя сформулировал вчера это так. Спасибо большое. Шухар, пожалуйста. Мое личное мнение, что это всего лишь инструмент, который упрощает наверное в какие-то моменты всем жизнь участникам образовательного процесса. Спасибо. Пожалуйста. Ирина Ливановна. Объединю как раз ответ коллег. Прошу прощения. Да, это и инструмент, и подход, и управление, и возможности дальнейшего визуального наверное восприятия учеников, студентов. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Дмитрий Александрович. Если говорить все-таки про наш ресурс, он мне ближе, поэтому на его примере хотелось бы рассказать, ответить на данный вопрос. Яндекс.Учебник изначально, когда мы создавали, я про начальную школу сейчас скажу, это набор карточек с цифровыми заданиями, используя которые учитель экономит время, например, на проверке работ, все данные он получает в автоматизированном режиме. И вот как раз это высвобожденное время учитель может использовать например, для общения живого взаимодействия с детьми, для коммуникации, для хорошего качественного преподавания своего предмета. И в конце концов это время он может высвободить еще и на себя. И не только на профессиональное развитие, на курсы повышения квалификации, а просто на решение каких-то своих личных задач, на общение со своей семьей. Да, и подтверждаю, что это всего лишь инструмент, уже мне кажется, тоже много раз об этом сказал. Лариса Владимировна, слово вам. Да, я хотела бы отметить два момента. Первое, что наши ребята, когда в этике создают проекты, они затем дорабатывают эти проекты уже дистанционно. Есть возможность вот в такой работе благодаря средствам коммуникации и благодаря цифровым технологиям. То, что ребята из разных городов, когда складываются и у них команды какие-то устойчивые, и они могут переезжать из одного города в другой и продолжать свою работу, это то, что дают вот эти вот инструменты цифровые, которые мы на сегодняшний день имеем. И, во-вторых, я хотела бы еще сказать просто совершенно другое. Когда я работала в школе, преподавала физику, математику, я работала по системе Виктора Федоровича Шаталова. И я писала опорные сигналы ребятам с помощью такой ручки, в которой вибрировала игла по пленке. И потом с этой пленки можно было откатывать те материалы, которые нужны были для уроков. Как только появились ксероксы, компьютеры и так далее, это все стало очень легко. Но почему-то забывают эту методику Шаталова великолепную, которой сейчас просто нужно дать второе дыхание. Я думаю, с помощью цифровых именно вот этих средств этой дидактики используем цифровых. и я думаю, что таких замечательных педагогов, которые работали, наработали огромный опыт, много. Но вот Виктор Федорович здесь чудесно вписывается. Спасибо. Если говорить о цифровой дидактике, то здесь небольшое сокращение оптимизации текста. То есть дидактика в новой цифровой образовательной среде. То есть цифровая среда она все-таки трансформирует взаимодействие между педагогом и обучающимся. Мы можем говорить, например, об онлайн-обучении, можем говорить об обучении с помощью ЛМС-системы. Там вообще педагог вроде как и есть, но происходит уже взаимодействие между человеком и компьютером, между цифровой системой. И в связи с этим вопрос, если меняется практика, должна ли меняться теория обучения и должна ли возникать новая дидактика цифрового обучения? Скорее всего, да. И уже есть сборники, методички, тексты, которые носят название цифровая дидактика, полностью ли не раскрывают ту практику, которая складывается, насколько они научно обоснованы. Это всегда большой вопрос, и это, наверное, вопрос времени, потому что исследования и доказательные технологии в образовании всегда требуют очень лонгитюдных исследований с большими данными, о которых мы сегодня уже говорили. Но мы уверены, что все это произойдет, и такая каноническая цифровая дидактика когда-нибудь появится. И я благодарю всю нашу замечательную аудиторию сегодня за то, что вы были с нами. Я, конечно, с большой благодарностью обращаюсь к нашим уважаемым экспертам за ваше время и вашу замечательную позицию и ваше выступление. Спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова